МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горностаева. Смотрите сегодня в выпуске. Дышать будет легче. В Челябинской области опробуют новую систему управления качеством воздуха. Жилье аварийное, теперь и без батареи. И жители переулка автомеханический бьют тревогу. Где уже можно кататься? На Южном Урале открыт горнолыжный сезон. В Челябинской области опробуют новую систему управления качеством воздуха. Разработанный правительством региона законопроект поддержал Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Его теперь возглавляет наш земляк Владимир Бурматов. Новый закон расширяет полномочия региональных властей, дает больше прав контролировать состояние воздуха и работу предприятий-загрязнителей. Этот вопрос губернатор Борис Дубровский и Владимир Бурматов обсуждают на рабочей встрече. Челябинская область готова стать пилотным регионом по внедрению квот для промышленных предприятий. Пока большинство полномочий по контролю выбросов на федеральном уровне. Изменение закона поможет включиться в этот процесс региональным властям. Ужесточать квоты, требовать их соблюдения. Так, чтобы воздух в городе стал чище. Ясно, что Челябинск и Челябинская область, это раз тот полигон, где это все можно точно доработать и точно понять. Все то, с чем мы столкнемся, и потом уже транслировать его на другие территории. Много работы. Она огромная такая работа, которая предстоит в случае принятия такого решения и выдачи нам таких полномочий, чтобы стать пилотным регионом в этом плане. Но мы к этому готовы, на мой взгляд. Инициатива губернатора Бориса Дубровского имеет высокие шансы получить одобрение в парламенте. Закон будет доработан. Поправки внесут депутаты Госдумы и специалисты Министерства природы России. Обсуждают на встрече и новую систему утилизации отходов. Челябинская область может стать одним из десяти регионов, которые получат дополнительные деньги на ее формирование. Моя задача как депутата Государственной думы от Челябинской области, чтобы в нашу область пришли 180 миллионов рублей на реализацию программ утилизации. Это, конечно, нам бы здорово развязало руки в борьбе с теми свалками, которые сегодня имеются на территории и Челябинска, и других муниципалитетов Челябинской области. Потому что часть этих средств получат муниципалитеты на реализацию своих программ. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской уже подтвердил, что Челябинская область может претендовать на эти средства. Борис Дубровский поручил Министерству экологии региона подготовить пакет документов, которые позволят области получить дополнительные средства. А в Миасе об экологии и природе думают со школьной скамьи. Сегодня на семинаре дети обсудили интересные факты о диких животных и защитили свои доклады. Как связаны скипидар, селедка и отчество лисы, ребята рассказали нашему корреспонденту Наталье Ходоковской. В год экологии детям предложили рассказать о диких животных. Даша Бояршинова 10 лет. В своем возрасте она уже думает о будущем, которое ждет диких зверей. Сегодня приехала с мамой, чтобы защитить доклад про животное, которое часто упоминается в детских сказках. Это всем известная лиса. Сейчас Даша рассказывает, почему выбрала именно эту тему и что интересного узнала. Лиса мне еще с детства очень нравилась. И по сказкам, и что она хитрая, умная, грациозная, пушистая. Ее отчество Патрикеевна есть, я не знала это. Что она может отклониться от намеченного мачута при запахе следочного рассола и другого из кипидара. Чтобы сохранить популяцию лис, Даша предлагает запретить вырубку лесов. Ученикам в работе с докладами помогали родители. Юлия Бояршинова – мама Даши. Когда узнала, что в МИАСе будет проходить такой семинар, сразу предложила дочери принять участие. Начали подготовку. Расстояние не стало помехой. Добирались из села Сырастан. Мы бы даже если бы жили в Черябинске, мы бы приехали в МИАСе, приняли участие. Детям это нужно, детям это полезно, детям это нужно знать обязательно, потому что даже для кругозора. Даже вот у них вчера буквально сказал мама, эту презентацию никогда не убираем. Вдруг по географии пригодится. Это такой багаж у ребенка останется после нашего семинара. Доклады детей оценивают эксперты-экологи. Выделяют каждую работу. Ведь цель серьезная, говорит заместитель директора библиотеки, в которой сегодня проходит семинар. В первую очередь, по первому пункту, дети должны были определить пять самых сильных экологических проблем области. Второй момент. Каждый ребенок должен был объяснить свой выбор. Почему именно это животное он выбрал? Дети должны были предложить что-либо по охране этого животного. Как сохранить этот вид? В этом семинаре приняли участие 24 школьника от 10 до 15 лет. Юные следователи выделили три главные экологические проблемы. Радиоактивное загрязнение, загрязнение почвы и браконьерство. Наталья Хазаковская, Юрий Карпов, ОТВ. Общежитие в автомеханическом переулке давно уже признано аварийным. Здание не обслуживается ни одной управляющей компанией. Над жильцами висит туча неразрешенных коммунальных проблем, и сейчас добавилась еще одна. В подъезде дома прорвало трубу отопления. На пороге зимы жильцы общежития остались без батареи. Общежитие по адресу автомеханический 5А признано аварийным. В этом здании больше проблем, чем способов их решить. Сейчас этот дом не обслуживается ни одной управляющей компанией. Собственники комнат стоят в очереди на расселение, но до заветного переезда нужно ждать несколько лет. А многоквартирный дом рассыпается на глазах. К бедам дома прибавилась еще одна. В подъезде прорвало трубу отопления. По привычке жильцы обратились за помощью в уже бывшую управляющую компанию. Нам сказали, что на сегодня приедут. Вот они приехали, сняли батарею, воду отключили. И вот мы хотели добиться того, чтобы устранили течь. И все. Ну, даже хотя бы поставили бы этот хомут. И все. Они полностью убрали батарею. Жильцы жалуются, дом и так скудно обеспечивается теплом. А без еще одной батареи они совсем замерзнут. Батарею спилили, потому что батарею порвало, значит. Она негодная. Никаких денег я туда не выставляю. Хотя аварию сегодня помогли сделать. По сути дела. Вы видели сами, что приехали. Стоитаря все равно отдали время. Приварили, запустили. Все. Ничего их не мочат и прочие вещи. Дальше, значит, пусть там скинутся. Вот это и там крылом. Купят батарею. Придут ко мне. Помогите поставить. Поможем. По документам ни одна управляющая компания не обязана обслуживать этот дом. Аварийную ситуацию помогли исправить. Сейчас горячая вода в подъезде не льется. Но дальнейшая ситуация полностью в руках собственников комнат. Приобретать батарею придется самим. Кататься на сноуборде и горных лыжах южноуральцы уже могут. Несмотря на теплую погоду, сразу на двух курортах удалось заснежить склоны. И первые трассы открыты для экстремалов. В этом году раньше всех гостей принимают курорты, расположенные под Магнитогорском, Банная и Абзакова. Но совсем скоро к ним присоединится и МИАС. За первыми заездами наблюдала наша съемочная группа. Ждала вообще с нетерпением. На каждую снежинку молилась. И вот, наконец-то, наступила. Окунуться в снежную сказку и, наконец, опробовать новую доску, Полина Смоленцева мечтала еще с весны, как только растаял последний снег. Девушка – профессиональная спортсменка. Входит в юниорскую сборную России по сноуборду. Но сегодня больше дурачится, чем тренируется. Уж очень любит активный отдых и зимние забавы. На Южном Урале открыли горнолыжный сезон. Первыми это сделали на курорте Абзакова под Магнитогорском. Почувствовать дух настоящей русской зимы посреди осени здесь удалось благодаря специальному оборудованию. Две недели склоны заснеживали специальными пушками, как только установились минусовые температуры. В итоге здесь сейчас лежит около 30 тонн снежинок. Ни для кого не секрет, что такое раннее открытие горнолыжного сезона, оно возможно только в том случае, если горнолыжные центры оснащены специальным оборудованием, которое может делать снег. Это оборудование может работать при минусовых температурах. То есть достаточно иметь температуру минус 2-3 градуса, чтобы можно было начинать работать. Снегом в Абзаково пока покрыты только трассы малого комплекса. Большие, профессиональные, заработают через две недели. Несмотря на это, желающих прокатиться хоть отбавляй. По снежному экстриму соскучились и профессионалы, и любители. Я катаюсь с 4 лет на лыжах уже. Сначала я по плоской поверхности каталась, а потом уже начала с первой опоры кататься, со второй, а потом сверху. Принимать экстрималов уже начал и соседний курорт на озере Банная. Сюда активно отдохнуть приезжают целыми семьями. Заснежить тут удалось уже несколько участков. Видео с церемонии и первых заездов нам присылают зрители. В Миасе на Солнечной долине сезон пока не открыли, но уже вовсю готовятся. Прокатиться на лыжах, сноуборде или тюбингах здесь можно будет уже с 11 ноября. А пока заряженные пушки с удвоенной силой орошают склоны искусственным снегом. Новинки сезона – новая экстрим-трасса, а также всесезонный велолыжный маршрут. Он предназначен для пеших, велосипедных и равнинных лыжных прогулок протяженностью 20 километров. И на этом сюрпризы не заканчиваются. Мы приготовили совместно с Южно-Уральской железной дорогой и правительством Челябинской области новый проект. Называется он «Снегирь». Теперь будет по выходным и в праздники ходить скоростной поезд до Миаса. Время в пути у него будет всего час пятнадцать. Уже на вокзале Миаса пассажиров будут ждать автобусы. Они отвезут всех любителей активного отдыха до курорта. Все это вместе с катанием будет стоить 1300 рублей для взрослого человека, 500 рублей для ребенка. Билеты будут продавать в железнодорожных кассах и через мобильное приложение. А вот другие курорты открывать сезон будут позже, уже в декабре, поскольку вынуждены ждать настоящего снега. В Кусе праздник решили совместить с фестивалем «Уральские валенки». Он состоится на курорте Евразия 2 декабря. А Джигарда, Акзавьялиха и Райдер дату официального открытия трасс пока не назвали. Маргарита Хижняк, Ольга Сухоплюева, Дмитрий Федотов, Марьяна Развеева, Андрей Назарук, ОТВ. Полный гид по горнолыжным курортам Южного Урала ищите на нашем сайте 1обл.ру. А теперь новый сюжет нашего цикла «Спортивная семья». Сегодня наш герой Максим Тарасов. Несколько лет назад он выбрал для себя здоровый образ жизни. И теперь старается помогать не только советам, но и делам всем, кто хочет изменить свою жизнь и начать заниматься спортом. С Максимом познакомился наш корреспондент Валентин Ефимов. Любой спортсмен или человек, который планирует заняться тренировками, знает, что начинать нужно с правильного питания. На протяжении вот уже 10 лет в МИАСе этим занимается магазин «Протеин-21», где мы и нашли нашего сегодняшнего героя. Сегодня мы продолжаем рассказывать вам о людях, которые делают все для продвижения спорта в МИАСе. Максим, привет! Максим Тарасов лично консультирует посетителей своего отдела. Среди постоянных клиентов как профессиональные спортсмены, так и обычные МИАСы. Ведь занимаются здесь не только подбором спортивного питания, но и биологически активных добавок. Люди с болями в суставах и даже подростки с нехваткой витаминов могут получить от Максима грамотный совет и подобрать нужный продукт. Вы можете пропить месяц, поставить ее, и не постоянно, далее уже, да, а случается какая-то стрессовая ситуация. Пережив несколько лет назад серьезную операцию, Максим по совету врача обратился к спортпиту. Но найти в МИАСе ничего не смог. Пришлось ехать в другой город. Тогда и родилась идея открыть собственную торговую точку, где любой желающий смог бы не только приобрести нужный товар, но и узнать, с чего начинать, если решил заняться спортом. Идея эта не стояла на месте и развивалась. Сегодня Максим активный участник всевозможных городских соревнований. Выступая в качестве партнера, он пытается не только поддержать спортсменов, но и популяризировать спорт среди молодежи. Очень мало кто хочет в это вкладываться, хочет помогать, спонсировать, да, но молодежи помимо грамот, бумажек, то есть их чем-то надо еще мотивировать, чтобы они хотели этим заниматься, чтобы им было интересно. Вот уже второй год Максим Тарасов и Центр спортивного питания «Протеин-21» вместе с партнерами организуют праздник «Спортивный Первомай». Цели праздника красноречиво говорят и о миссии, которую Максим выбрал для своего дела. Популяризация трезвого образа жизни и престижности занятия спортом в молодежной среде. Помимо МИАСа, «Протеин-21» развивает спорт и в других городах горнозаводской зоны. К примеру, 11 ноября в Златоусте «Протеин-21» примет участие в праздничном открытии самого большого нетренажерно-гимнастического комплекса в городе. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте «Телевидение МИАСа». Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 0055. Спасибо, что были с нами. ВКонтакте «Телевидение МИАСа».